МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поезда отстают от расписания трассы. Встали десятки домов, остались без электричества. На Киевскую область обрушился ледяной дождь. Вакцина для профилактики дифтерии, полиэмилитная вакцина и инновационные антигриппозные. Киевский Нонолек сегодня официально запустил производство нескольких фармацевтических линей. В запуске приняли участие представители федеральных министерств и основной инвестор компании Роснано в лице Анатолия Чубайса. Прокуратура заинтересовалась сразу несколькими случаями травматизма в школе, пятикласснику из Кирова пришлось вызывать скорую, а девочка из Чепецка сломала руку на уроке физкультуры. Не забудем, не простим, кировские дальнобойщики присоединились к всероссийской акции протеста. Сегодня ровно год со дня внедрения системы Платон. Она складывает свою жизнь в рифмы, рассказывает то, что многие не осмеливаются произнести вслух, а ее словами признаются в любви женщины не только в России, но и за границей. Поэтесса Ирина Астахова дала в Кирове аж два концерта и оба при полном аншлаге. О главных событиях пятницы 11 ноября расскажет информационный канал «Город» студия Артема Паникаровских. Здравствуйте. МЧС предупреждает от поездок лучше воздержаться. Движение на трассах встало. Малопоезда отстает от расписания на несколько часов, а десятки домов в области остались без электричества. На Кировской области обрушился ледяной дождь. Вслед за столицей и регионами по Волжье ледяной дождь пришел в Кировскую область. Первыми под ударом стихии оказались южные районы области. Там ледяной дождь идет со вчерашнего вечера. Из-за него без электричества остались десятки домов. Движение на трассах почти полностью парализовано. Знакомый уже два с половиной часа едет от Уржома до Малмыша. Трасса, лед, фуры стоят. В Тужинском районе тоже до сих пор идет ледяной дождь. Дорога как зеркало, лед, провода, опор электролинии обрывает. Ледяной дождь также привел к сбою графика движения поездов. Из-за осадков обледенели токоприемники локомотивов и контактный провод. Днем отставание поездов в восточном направлении достигало трех часов. В нашу редакцию приходят сообщения о многочисленных авариях на трассах. МЧС предупреждает, что в ближайшие часы вероятность ледяного дождя в Кирове и близ лежащих районах области сохранится. ГИБДД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Если ехать, все же необходимо снести скорость движения до минимальной. Отечественная вакцина для профилактики дифтерии Столбняка, полиэмилитная вакцина и инновационные антигриппозные. Все то, что смело можно называть не просто импортозамещением, а импортоопережением. Кировский «Нанолек» сегодня официально запустил производство нескольких фармацевтических линеек. Чтобы принять участие в запуске, в Киров сегодня прибыли представители самых разных федеральных министерств и основной инвестор. Компания «Роснано» Анатолий Чубайс уже порекомендовал руководителю завода задуматься о работе над собственными фармацевтическими инновациями. Тем более у региона есть на то все ресурсы. Подробности в сюжете. Три, два, один. С этой минуты теперь уже официально Кировский «Нанолек» начинает работать сразу по трем важнейшим для всей России. Не только фарм направления много, поздравлений и слов поддержки. Со стороны самых разных федеральных министерств и ведомств, первых лиц региона и основного инвестора компании «Роснано» в лице Анатолия Чубайс. Он тоже прибыл. Гостей события не стали долго нагружать разговорами об инновационности и современности. По космическому коридору повели на само производство. Минимум присутствия человека и максимум автоматизации – это требование любого фармпроизводства, оператора и установок здесь максимум для того, чтобы контролировать, все ли как надо. Любой процесс, где принимает участие человека – это риск. Люди, мы можем ошибаться. Руки человека необходимы пока только для укладки вакцин в коробке или для того, чтобы положить в специальную машину стерильности упаковку нестерильных флаконов. Здесь происходит мойка флаконов, ультразвуковая мойка, а затем идет вода, воздух и потом-то уходит в стерилизацию. Сигнал зеленой лампочки и тара двигается дальше на розлив. Кстати, самая защищенная зона на предприятии – цех изготовления препаратов. Вот он за стеклом. Человек, у которого открытыми остаются разве что только глаза, тоже почти не вмешивается в процесс смешивания ингредиентов. Это так называемая зона чистоты класса С. Доступы к таким зонам для контроля той самой чистоты продуманы даже с точки зрения планировки помещений. Чтобы попасть или выйти из такого стерильного цеха, обязательно нужно пройти через специальные шлюзы. На фармпроизводстве любое помещение связано между собой вот такими шлюзами. Здесь регулируется, как я понимаю, давление в этом помещении. Все сделано для того, чтобы соблюдать классы чистоты. То есть более чистое помещение обязательно соединяется с, условно говоря, более грязным вот таким шлюзом. Можно выходить, да? Открыть следующую дверь шлюза можно только после того, как закрыта предыдущая и загорается значок «Можно проходить». Можно проходить. Из новинок «Нанолек» пока производят небольшие партии вакцин для профилактики дифтерии, столбняка, причем отдельная производственная линия вакцин во флаконах и отдельные сразу в шприцах. На массовые производства «Нанолек» собирается перейти уже в 2017 году, впрочем, к производству еще одного продукта «Нанолек» приступит в 2018. Речь идет о дефицитной не только для российского рынка полимелитной вакцине. В данный момент в стадии клинических исследований находится еще один препарат, который специалисты называют не просто инновационным, а импортоопережающим. То есть принципиально новым для мирового рынка речь об антигриппозной вакцине, которая создана на основе вирусоподобных частиц. Ее в производстве собирается запустить уже к 2020 году. Традиционная технология, которая предполагает производство антигенов для гриппозной вакцины, ну, собственно, в курином гейце, она достаточно длительная. Поэтому на случай пандемии, которые были, например, свиной грипп или птичий грипп, вопрос наработки необходимого объема в достаточно короткий период времени – это ключевая проблема. А та вакцина, которую разрабатываем мы, она производится непосредственно полностью в заводе, в рекомбинантной технологии, в ферментюре. Поэтому позволяет ее наработать там не за полгода, а за два месяца в необходимом объеме. Стратегически важным для региона назвал предприятие «Иврио» губернатора Игоря Васильев. Прежде всего, это рабочие места для хороших специалистов, которых Кировской области предостаточно. Традиции фармацевтической отрасли, которые давным-давно были заложены в Кировской области, где был произведен первый промышленный пенициллин, благодаря тому, что приехали в непростых условиях войны промышленные предприятия из Санкт-Петербурга, у нас до сих пор очень серьезные научно-исследовательские туты. А вот такого рода производство – это поднятие этой традиции на абсолютно новые уровни. Разговоры о фармацевтических традициях региона поддержал и Анатолий Чубай заметил, что география размещения подобного объекта выбрана именно по этому принципу. То, что достигнут уже на сегодня, дает основание считать, что завтра, послезавтра будут масштабные продвижения периода. Следующая задача – это российские родители, это собственные разработки. Я знаю, что у вас здесь задел есть. Я понимаю, что эта история даже не 3-5 лет, а 10 при хорошей погоде. Но ничего у нас в данной индустрии, ничего быстро не делается. Зато по-настоящему на долгие-долгие годы вперед. Кстати, Анатолий Чубай и многочисленные представители федеральных ведомств и федеральных министерств, которые сегодня также прибыли в Киров, приели участие в первом заседании экономического совета при губернаторе Кировской области. Заседание носит закрытый характер, но известно, что особое внимание в Рео-Васильев собирался уделить вопросу государственно-частного партнерства, с помощью которого и появился важный для России завод «Нонолег» в Кировской области. В Рео-Васильев выразил надежду, что подобных проектов в регионе станет гораздо больше. Артем Панекаровских, Иван Деров, информационный канал «Город». Прокуратура проводит проверку сразу по нескольким случаям травматизма детей в школах. Так, на днях в одной из кировских школ ученику стало плохо перед уроком физкультуры, мальчику пришлось вызывать скорую. Информация о странном случае появилась в социальных сетях. Автор анонимного поста сообщил, что перед уроком физкультуры одноклассники избили мальчика, после чего его на скорой увезли в больницу. В Кирово-Чепецке же первоклашка сломала руку на уроке физкультуры. Обоими случаями заинтересовалась прокуратура. Прокуроры Ленинского района города Кирово и города Кирово-Чепецка проводят проверки по сообщениям об ухудшении состояния здоровья воспитанников школ. Поводом к введению проверок послужили сообщения, которые были размещены в сети интернет. После чего будет дана оценка действием, либо бездействию работников образовательных учреждений. Работники Кировской школы версию с избиением опровергли. Они сообщили, что мальчику действительно стало плохо. Это заметил дежурный педагог. Он оказал ученику первую помощь и вызвал скорую. В Минздраве вызов скорой подтвердили. Мальчика отправили на обследование и в стационар. Маленькой чепчанке с переломом руки помощь оказал школьный фельдшер. Затем девочку также увезли в больницу. В Кирово-Чепецке собирается закрыть полигон ТБО. Свалка горит с апреля этого года и власти никак не могут справиться с задымлением. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Пешеходный переход через улицу Карла Маркса в районе Мопро перенесли на 30 метров. Как объяснили в ГИБДД, сделали это ради безопасности пешеходов. На новой зебре дополнительно установили 4 светильника. Полигон ТБО планируют закрыть. Свалка горит с апреля этого года и власти никак не могут справиться с задымлением. Все это время жителям Чепецка приходится дышать горящим мусором. Закрыть полигон собирались еще в 2014 году, так как места для мусора уже там нет. С 11 декабря кировчане могут покупать билеты на поезд за 60 суток до поездки. Билеты будут продавать на все составы, которые ходят внутри страны. Купить билеты заблаговременно можно в кассах ЖД вокзала и на официальном сайте РЖД. В троллейбусах появились карты для туристов. Подсказки с достопримечательностями города пока можно увидеть только в троллейбусах 8 и 14 маршрутов. Планируется, что карты наклейки появятся и на остановках общественного транспорта. Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Не забудем, не простим, кировские дальнобойщики присоединились к всероссийской акции протеста. Сегодня ровно год со дня внедрения системы Платон. Не можете пойти в цирк, тогда цирк придет к вам. Знаменитые братья Шакировы сегодня заглянули в гости к пациентам детской областной больницы и взяли с собой главу региона. Ну я была непоседлива, не всегда учила, что нам задавали. Я один раз вообще выдала стихотворение свое за Ахматова и Знизданова. Она складывает свою жизнь в рифмы, рассказывая то, что многие не осмеливаются произнести вслух. А ее словами признаются в любви женщины не только в России, но и за границей. Поэтесса Ирина Астахова дала в Кирве аж два концерта и оба при полном аншлаге. Эти и другие новости уже через несколько минут. Романтический вечер для пьяного водителя Мерседеса закончился задержанием. На театральной площади мужчина хотел запустить небесный фонарик, однако он не полетел в небо, а опустился на припаркованные машины. Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаю, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, авария произошла днем напротив дома 70 по улице Профсоюзная. 74-летняя женщина переходила улицу в неположенном месте. В итоге водитель БМВ не успел среагировать и сбил пенсионер. Женщину с травмами госпитализировали. В поселке Пижанка в пожаре на газетном переулке погибли два человека. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возможно, кто-то из погибших уснул с непотушенной сигаретой. В комнате обгорел матрас и закоптились стены. По факту смерти людей Следственный комитет уже проводит проверку. Известно, что погибшие – это мужчины. 70-летний отец и его 40-летний сын. Предположительно, оба отравились угарным газом. Романтический вечер для пьяного водителя Мерседеса закончился задержанием на театральной площади. Там мужчина хотел запустить небесный фонарик, и это бы у него наверняка получилось бы, если бы он был трезвый. Однако фонарь в небо не полетел, а лишь опустился на припаркованные машины. За потугами романтика наблюдали очевидцы, которые и позвонили в дежурную часть. Вы раньше поводались в состоянии пения. Просто тут речь идет о уголовной или нет? То есть давно ли? Четыре года. А, ну тогда, значит, срок уже прошел. Сейчас Алексею в очередной раз грозит лишение прав на полтора-два года и штраф 30 тысяч рублей. Водитель уже приглашен на судебное заседание. Не забудем, не простим. Кировские дальнобойщики присоединились к всероссийской акции протеста. Сегодня ровно год со дня внедрения системы Платон, против которой осенью прошлого года выступили тысячи водителей страны. Напомним, правительство для грузоперевозчиков ввело плату за проезд по федеральным трассам. Для 12 тонников была установлена фиксированная цена за километр. В нашей области платным стал участок трассы Вятка. Собранные деньги идут в дорожный фонд, а оттуда направляются на ремонт дорог в регионах. Но, по словам грузоперевозчиков, после введения Платона дороги в стране лучше не стали, а некоторым дальнобойщикам пришлось уйти с рынка из-за нерентабельности перевозок. То есть ввели плату за дороги, вот этот платон, повысили акцизы топлива в цене, соответственно, повысились доходы наши, они остались прежними. Соответственно, расходы выросли в связи с увеличением курса доллара. И, в общем-то, работаем сейчас чисто на выживание. К акции протеста Союза грузоперевозчиков сегодня присоединились 25 машин. На протяжении всего автопробега колонну сопровождали сотрудники ГИБДД. И сегодня же областное министерство транспорта объявило об окончании ремонтного сезона. На дороге в этом году потратили больше 2 миллиардов рублей. Из них чуть больше полумиллиона наша область получила из федерального бюджета по линии системы Платон. В следующем году на ремонт дорог в области собираются потратить порядка 7 миллиардов. Не можете пойти в цирк? Тогда цирк придет к вам. Знаменитые братья Шакировы с труппой сегодня заглянули в гости к пациентам детской областной больницы. Артисты взяли с собой обезьянку и питона, а еще пригласили Игоря Васильева. От такого почти 10-ти метрового артиста пациенты пришли в шок, а визги были слышны даже на улице. Впрочем, через минуту дети гладили змей, как домашних котов. Уступление за пределами цирка придумали и воплотили знаменитые братья Шакировы. Сейчас они в нашем городе на гастролях. За шоу циркачей с интересом наблюдала и глава региона. Он попросил цирковых артистов также пройтись по палатам и заглянуть к малышам, которые по состоянию здоровья не смогли спуститься в актовый зал. Какой вы последний раз в цирке были? Удается? Три минуты назад. Три минуты назад мы были в цирке. Вот такая терапия, так сказать, веселая. Это праздник, это такое самое, как сказать, искреннее искусство, где там нет второго духа, нет фальша. Вот это здорово. На неделе братья Шакировы съездят в ряд детских домов и школ-интернатов, отдадут приглашение на благотворительный концерт. Он состоится 27 ноября в Кировском цирке. Как отметил директор учреждения Олег Рыбкин, вместе с артистами они будут делать все, чтобы цирк был доступен всем без исключения. Поэтому руководство цирка ждет заявок и приглашений от детских воспитательных учреждений на проведение таких выездных концертов. Она складывает свою жизнь в рифмы, рассказывая то, что многие не осмеливаются произнести вслух, а ее словами признаются в любви женщины не только в России, но и за границей. Поэтесса Ирина Астахова дала в Кирове два концерта и оба при полном аншлаге. О моде на стихи, о запретных темах и о том, что толкнуло молодую девушку писать от мужского имени, узнала сегодня Ольга Шмырина. Я конфетка, меня съели, фантик бросили коту, для кота это игра, для фантика беда. С этих незатейливых строчек началась ее творческая карьера. Правда, тогда, в 9 лет, Ирина Астахова и не догадывалась, что складывать свои переживания в рифмы станет ее профессией. Но я была непоседлива, не всегда учила, что нам задавали. Я один раз вообще выдала стихотворение свое за Ахматова и Зиздинова. Все было как игра, поэтому как все пошла в институт, получила два высших образования, как все устроилась на работу. А потом, как-то кажется случайно и вдруг, решила записать и выложить в интернет свое произведение. О, Господи, дай мне короткую память. Тебя хоть там любят, лелеют, целуют, тебя обнимают, ты счастлив, ты весел. Ее откровение, как лавина, накрывало сердца русскоязычных девушек по всему миру. Ирина ушла с работы, жила на накопление, писала и как будто со стороны следила за все нарастающим числом просмотров. Этот ролик посмотрели больше 130 тысяч человек. Ее словами девушки начали признаваться в любви и объяснять причины расставаний. А она вдруг стала писать от мужского имени. От меня отвернется вот-вот мой единственный друг. И уйдет от меня навсегда моя бедная девочка. Понимаешь, устал я от жизни такой бестолковой, бессмысленной. Мне бы дернуть на море, да нету для этого средств. Я верю, что я чувствую, по крайней мере, мужчину, с которым я взаимодействую так или иначе. Мне хотелось бы верить, что я понимаю его мысли, догадываюсь, чего он хочет. И, собственно, это одна из причин, по которой я пишу стихи от мужского лица. Удивительная способность раскрыть личное, сокровенное, даже интимное, без подробностей, без конкретных сцен из жизни, без имен. Но ее все понимают. Понимают и те, к кому обращено послание. Она всегда это знает. Говорит, были попытки и уколоть, и обратить на себя внимание. Но не все заканчивались так, как бы ей хотелось. Были по юности, когда я была более дерзкая, наверное, нахальная и пощечная. Ну, не буквальная, нет, я имею в виду каким-то там стихотворением, либо поступком, либо безответностью, что еще больнее. Говорить никогда не стояла цели заработать сценическим творчеством. Когда уходила с работы, уходила в никуда, и до сих пор поэтессу Ах Астахову Ирина не рассматривает как коммерческий проект. Не считает конкурентками по сцене, также популярных сегодня Веру Полоскову. У нее в руке босоножка с отломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кадыком. Черт с ним, с мироустройством. Или Юлию Соломонову. Чужая женщина всегда красивее твоей. Ее не портит ни еда, ни зеркало в фойе. Заработок с продажи билетов и книг Ах Астахова расценивает как приятный бонус к любимому делу. Она не будет писать за деньги, даже за очень большие, хотя и просили, и не раз. Молодой человек хотел сделать предложение девушке, состоятельному, предлагал мне за это деньги. Но как смогла я написала стихотворение, девушка была большая поклонница, но я сделала это бесплатно. Мы в итоге сейчас очень хорошие друзья с этим молодым человеком. Когда забывает текст, она начинает импровизировать. Она пишет про ничтожность соблазнов, но признается, со своей страстью к путешествиям справиться пока не в силах. Она не ест мясо. Однажды увидела, как разделывают барана на Алтае. Хотя в сам Алтай безумно влюблена, как и вообще в природу России. Вдохновилась, говорит, и от нашего города. А когда вечером самолет понесет ее в Москву, родятся строки про местных жителей. А потому непременно, когда вновь вернется, услышит из зала «Ах, Астахова». Если пусто в душе, значит время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво без чернил. Если любят тебя, обязательно подожду. Ольга Шмырин, Эдуард Прозоров, информационный канал, НГОРД. И в завершении выпуска прогноза погоды на завтра с ним вас познакомит Алина Мозгова. Если в этот день засвистел снегирь, значит зима наступит скоро и ударят лютые морозы. А если же синица клюет кору с деревьев, погода установится дождливая и сырая. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 12 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха и днем, и ночью минус 6 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Хороших вам выходных! Такой была эта пятница, 11 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакции информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи!